Что в Москве долго делать? Блин, а почему фокуса нету? Давай. Можешь сработать. Освещение хорошее. Реклама. Чтобы мой стрим посмотреть, типа реклама есть? Что забыла, что домой лететь? Не, неделю в Москве нечего делать. Два стрима за день. Вот это да. А что еще ты делаешь в аэропорту? Я пыталась найти капсулы. Или этот, как его, бизнес-зал. Блин, мне нравится, где автофокус. Почему я рассмутываюсь? Бизнес-зал или этот, короче. Капсулы. Там за 3 часа по 3 500. Ну типа, очень серьезно. Сискотезивная. Такая она Москва, да. Можно и на стрим. Да. Да, торсами на месте. Из-за заднего фона. Ну, блин, странно. Сейчас бы ночью стримить. Сколько? Ну, самолет в 7.30. Так что долго. Долго. Я тут новенький. Да, здравствуйте. Добро пожаловать. Будем всем рады. Ой, глаза чешутся. Тут блинкер. Вам сказали, какой я жулик. Мы такие жулики с мамой. Ну, чтобы забыгаешь не платить. Лол? Я не знаю. Просто какая-то музыка в аэропорту. Стабель заряжается. Повербанк заряжается. Поэтому я на руке сейчас. С вами привет-привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Аэропорт Шереметьево. Шереметьево. Это так странно. Ну, в плане аэропорта мы поехали на экспрессе в аэропорт. Я не помню, была я в Шереметьево до этого или нет. Да, в Киров. И так получилось, что мне нужен был Шереметьево терминал D. Мы едем на экспрессе. Экспресс подъезжает на остановку. Говорит, типа, все, выходите. Те, кто там на А, Б и С. А на D сидите дальше. Как бы вот, а мы уже в аэропорту. Ну, типа, что за фигня? Он говорит, ваша конечная остановка? Окей, мы сидим. Там сидит еще пару людей в этом экспрессе. И мы поехали назад. Мы поехали в лес. Мы реально выехали в лес. И у меня уже паника начинается, потому что я не понимаю, что происходит. Типа, вот же аэропорт, почему мы поехали назад, обратно в эту вашу Москву. А оказывается, там экспресс делает полукруг вокруг аэропорта. А все, я уже думала, сейчас заново нужно будет покупать билеты и обратно ехать на этом экспрессе. Вот тут ваша Шереметьево. Вечерний уже хорошо. Запись трима... Да, я попрошу редактора выложить записи три. Вчерашнюю, сегодня и вот сейчас, которая будет. Я с телефона просто не могу это сделать. Живу, приезжаю, можешь на кухне поспать. Спасибо. Я так хотела в капсуле поспать. Реально, они такие прикольные, но они супердорогие. Первый раз мне в аэропорту очень часто играет, ну такая, ну беспонтовая вообще музыка. Есть чем заняться. Радуйся, что не Внуково. Не знаю, мне Внуково очень нравится. Домодедово не помню, что там. Наверное, мне Домодедово не понравилось больше всех. А здесь чем заняться? Чем здесь заняться? Как арендодножки в Москве. Ну вот, четыре часа на одного. Три девятьсот. Где-то так, капсулы. Бизнес-зал это дешевле стоит. Мы не надолго, то я спать хочу, что я с трима тоже не ходила. Не, мы надолго. Я вам могу сходить показать то, что они будут. Хотите увидеть аэропортовские цены? Беспонтовая как раз тема. Ну, я имею в виду беспонтовая в плане музыка, которая подойдет для общественного места. Там окно. Охуела отца. Ну, блин, я была к ним готова. Но, правда, я тоже живу в Миллионнике. У нас супер очень много туристов. Но у нас сцены гораздо приятнее. Почему фокус не на мне? Нет, он шутки шутит. Почему не на мне фокус? Алло, на глаз мой. Ну, ты вовремя, конечно, звук включила. Как это? Это фокус? Это случайно. Чего я нажимаю? Где фокус? Алло, на глаз мой. Так. Камера. Так, как это делается? Как? Я вручную фокус настраиваю. Спасибо. Ну, он так сойдет. Вот, ярчатка. Да, в Киров, я же тебе ответила. В Киров. Самолетики. Ты чего, темно за улицей? На улице. Там все отсвечивает. Ты ничего не увидишь. Главное не упасть. Главное не упасть. Она может падать. Маму одна стесняется. Она не хочет, чтобы я ее показывала. Я сейчас говорю, когда можно с тобой стримпрессин? Говорит, когда я тебя в порядок приведу? Говорит, в три года тебя в порядок приводишь. Вот вы чего вот с такой женщиной? Она долго? Недели полторы-две. Вот там-то она долго. Нужно со всеми повидаться. Но, опять же, я учитываю ошибки прошлой поездки. И я ни с кем не планирую видеться. Типа, кто захочет, тот и захочет. Потому что в прошлом летом я приехала, а все на меня хуй положили. Такая, вычеха. И, ну, типа, как бы сначала вы такие хотите встретиться, потом вы меня просто опрокидываете. Ну, типа, неприятно. Елена Николаевна ее зовут. Вот, где Шереметьево. Шарики в транзитной зоне. Есть отличные рестораны, в отличие от других. Транзитная зона — это перед... Транзитная зона — это перед тем, как выйти в зону посадки, да? И а знаете чего? Как там погода? Ну, жарко. В Москве жарко. А в Краснодаре, в Краснодаре, а чего, плюс сорок? В тени. Короче, я такая думаю, если мы с мамой сегодня не ночуем, а сидим в аэропорте, такая думаю, наконец-то позвольте себе массажное кресло. Ну, у меня была мечта реально попробовать массажное кресло. Никогда я этого не знала. Такая, думаю, попробуем с мамой. Ну, раз сэкономили на отеле. И что вы думаете? Есть в Шереметьево массажное кресло? Нет. Я весь аэропорт обошла, ну, в плане терминала Д. Я его обошла. Я два часа по нему гуляла, и ни одного кресла нет. На поезде поехал не особо далеко. Двое суток ехать на поезде. Ты что? Полтора-двое суток нет. Спасибо. Я не хочу время терять, когда я могу доехать. Ну, из Краснодара до Москвы 14 часов. Самолет и поезд. Экономия раза в четыре времени. Матюгаешься. А меня нахила. Не, на самом деле, она отошла куда-то, но я при ней тоже спокойно... А, я вам не рассказала про жительство. В других терминалах... Да, да, в других терминалах есть. Я погуглила. А здесь нету. После паспортного контроля. Ты про терминал Д? Потому что я прошла электронную регистрацию, и чтобы сильно не страдать просто в зоне, где регистрируются все, мы прошли в зеленую зону. Тут ничего нету. Сейчас мама придет, мы сходим прогуляемся. Есть люди, которые не против побыть в глаза. Да? Ой, можно все? Можно? Можно на вас сесть? Боже. Не, на камере я еще нормально выгляжу, но вы... Вы... Вы видели меня вживую? Ой, вживую. У меня такие мешки вообще под глазами. Еще... Это Третья мировая нова будет из-за праздников этих Красных Дней календаря. Это еще жопа. Это я... Ай... Короче, 30%. Если что, в крайнем случае, мы берем... Мы берем сэндвич за 700 рублей, чай за 200 и идем в кафе, где есть розетка. Я от розетки сижу. Она красивее? Да, это файл. Мама, не покажу. Я вас не видела, честно? Блин, принесите покушать. Столк, где-то вот... Я сижу в шортах, не так холодно вообще. Тут такие канди работают. Надо джинсы одевать и сумка освободиться. Вам реально сложно привезти покушать? У меня из еды с собой есть пикник. Два банана. Морс, который я пронесла через это... Через сканер. Он 0,3. Я его пронесла. Там же нельзя, там нужно 100 миллилитров. Я хитрая. И... А, и торт. В Краснодар уже в апреле. В моем я привез Шереметьево. Что еще сделать? Блин, если еще раз кладушку привезете, будет очень здорово. Так неудобно на руке стримить, реально. Я отвыкла на руке. Я привыкла, что у меня есть табик, который не трясется и все плавненько делает. Смотришь ее, смотришь, тебе тяжело, что... Да, да, тебе тяжело, что ли? Риле, кушать хочешь, привезти? А как ты сюда придешь? У тебя нету билета, ты не придешь и сюда. Никак. Ну так, губы обветрились, это еще жесть. И очень плохо. Сосалась. На холоде. Привезти эту и раскладушку. Блин, мы сейчас пойдем искать своему... А подождите, в аэропорту слишком много людей. Нету хозяев? Нет, так, можно ракурс такой, короче. В аэропорту много людей. Как я должна аэропорт снимать? Ну, это же общественное место. Закон 152 гражданского кодекса. Съемка вообще в самом месте. Как пройду с боем? Никак. Это эта татуировка. Тебя скрутят? Снизу, не знаю. Я блогер. Не, почему? Это общественное место, можно уже поснимать. Тем более, много людей там всякие сторисы, не сторисы делают. Ладно, значит, не будем билять. Или хотят джинсы одеть. В туалет надо идти. Нет. Не-не-не, там не пойдем. Там есть пицца. По адекватной цене. Ну, типа, пицца 600-700 рублей. И этот, 700 рублей. Сэндвич. Что лучше, пицца? А, они пиццу не готовят. Поздно, говорят. Пиздеж. Что именно? Можно снимать. Главное, веди себя максимально подозритель. Я в Москве. Я в Москве. Я в Москве. Третий этаж, общая зона. Кресло массажное. Третий этаж. А в каком крыле это? Ну, в каком... В каком терминале? Я же в терминале Д. Я в зеленой, и не в общей зоне. В общей зоне я вообще ничего не нашла. Да, подожди. Почите в зеленой зоне. В терминале Д. Вдруг есть сейчас. Да нету. Реально нету. Я ходила. Там, знаешь, как не в Д. Там массажное кресло в коридоре, по которому ты идешь только там. А в зоне, где все сидят, там ничего нету. Только в этой штуке, которой далеко идти. Там очень далеко идти. Это единственное кресло, которое там было. Ну, я с вами пойду. Нам уже нельзя выходить отсюда. Нам с ней выпустят. Потому что мы в зеленой штуке сидим. Вот так вот хочу сидеть. Так удобнее, как будто бы. Ссылка нет, конечно. Ты что, я же с телефона. Это первое, второе. Ссылки кидают только модеры. И випари. Что-то кусочек хочет. Нет, я пойду переодену джинсы. Очень холодно сидеть. В туалет. Вон, сам, прям перед нами. Ай. Так, ноги пылят. Я трое суток не выложу из кроссовок. Блин, ноги просто гудят именно от кроссовок. За что, паззиво? Схема, как пройти в зону кресел массажных. А, подожди, ты мне в личку или в чатик скинул? В чатик я могу через маму зайти посмотреть. В смысле вас не брать, а как? Не надо. Не надо. Нет, нет, нет. За чатик? Ну, в группу, в комментарии. Вот я это не уйду. Туалетов, в группе, нет, нет, сто процентов нет. Да, блин. Ну, могу джинсы поставить. Знаете, сколько джинсов на все занимают? Маме дать телефон, она не будет с вами разговаривать. Скажешь, нет. Скажешь, нет. Категорически нет. Причем, слушали. Скажешь, что это вообще? Когда ты будешь неуставшим? Потом. Потом, когда-нибудь. Поняли, она не хочет вас видеть. Они тебя тоже хотят видеть. А в Кирове дома ты тоже устаешь? Нет. Ну, дома в Кирове. Так, девочки, много сайдиньцы. А? Блин, как больно ходить. Не, я не верю проводу. Пойдем. Надо будет шторку вверх измахнуть. Типа я не стример. Хоп, что ли? А сейчас стрим вырубался, нет? Где женский туалет? А где я тебе, блядь, лягу спать? Как так? У меня чуть-чуть холодно. Микрофон? Да. Это было я? Угу. Тот же вид в камере, по крайней мере. Ой, кто пердит? У меня звук убавлен просто. Я слышу. Представь, это кабина пилота Яроссо. Люблю победу. Читайте. Там кто-то зашел. А как это? Сюда. А мы сейчас снимаем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, я очень хотела эту пиццу, сказали мне готовят. Ну типа смотрите, ценник на пиццу, ой, ладно, она стоит дороже, чем я говорила. И мне говорят, типа вот остались только такие сэндвичи, 600 рублей такие сэндвичи. Но я более чем уверена, что они точно не такие. Пирожок с картошкой, шава есть на влече, не отравишься. Да блин, я пиццу хочу, пиццу нельзя, пиццу не готовят. И шурму тоже навряд ли готовят. Хочу хачапури, хочу хачапури тоже не готовят. Мишей, короче, тут ничего нет. Еды нет. Что нам пишет иностранец? Переводите. Куда летишь? В Кира Ключев. Борщ. 450. Ну его нахуй. Пополнение еще это внутри. Добрый вечер. Ты мне что, скинул это самое на... Да, в Шереметьево. Ты мне что, на носу скинул? С терминал, да, самый пустой. Да, самый пустой. Это я уже поняла. Кто мне косарь перевел? На вот эту штуку, вот эту? Спасибо, грустно. Вы не оставите меня без еды. Вкусно выглядит. Ага. Так, всем вкус... Да, прикиньте. Ожидание. Блин, знаете чего? В общей зоне была крошка-картошка. Я хотела крошку-картошку, а здесь ее нет. Задержали рейс? Нет, просто я не хотела в хостеле жить. Ну, типа, если ночевать в хостеле, то надо в 4 утра, грубо говоря, выезжать в аэропорт. И зачем его снимать на пару часов, когда можно просто в аэропорту починить. Так, модеры, кто-нибудь из моих любимых модераторов есть? Про переведите. Чуть я не пишу, пожалуйста. Никогда не видел аэропорт. Санфи, Лайк, Лайк... Что? Я дальше-то не знаю. Пойдем дальше. Так, людей мало стало, людей было много. Пожалуйста, модераторы. Подождите, Акатаре, Зима, я, наверное, вообще спят, я их не видела. Да, в 5 минутах работают в шариках. Переведите, пожалуйста, что это пишет. Побраски. Телек вообще не спиздим. Мой вопрос. Поэтому, блин, вот прикиньте, ночью работа, бочки, это же вообще ужас. Я еду в Яндексе, как я сюда доставил. Чтобы в аэропорту было что-то как-то в этом. Где Аэроэкспресс, где Белорусского вокзала, там напротив КАС, массажные кресла. На этой моем плане очень... Так я их вот там и видела. Мне там не подходит, потому что я здесь. Я не ответила за институт. Не знаю, значит, так рано. Может, мы с тобой здесь общаемся? Все. Что там? Блин, наверное, пиво дорого. А, да, дорого. Сейчас. Вот тут ценненький на пивас. 500 рублей. Как вам такое, как вам такое, Карл? Блядь, я хочу... Что тут можно поесть? Пиво. Нет. А, тут только окашка, что ли? Ее, пацаны, что ли? Бухать сюда пришли, что ли? Ой, господи, как... Вернуть. 500... Да, шарик. Ну, это шарик. Никогда не видел, чтобы... А, все, я пришла. Конечно, не пускают еще больше 100 миллилитров. Пронести нельзя. А я сок пронесла. Я хитрая. Я согласен тут общаться. Я тоже. Нормально, может? Ой. Ой-ой-ой. Мы снимаем влог о путешествии. Короче, я не знаю, что я всегда раньше уезжала из этого. Раньше я всегда уезжала на Победе из Внукова. Внукова, да. А сейчас Победа переместилась сюда, в Шеременчево, что ли. Трика. Там же вот кофе. Кофе нам не надо. А я надеюсь, мама узнала. Он поймет, что мы ушли куда-нибудь. Фудмаркет. Фудмаркет. Гриталукингф. Переводите. Переводите, пожалуйста. Мне. Тут что у нас? Блинчики. 790 рублей. Сюда. Сюда. Не, вы где такие блины? А, все. А, это конец. Короче, дальше, походу, пройти нельзя. Вы видели массажное кресло? Нет. Выгляжи. И настрой. Внимание собираешь. Ну и ладно. Что делать-то? Я, может, люблю внимание. Неплохо. Не видел, сколько магазинов вкусные ты в аэропорту. Подождите. Не видел столько. Напишите ему по-английски, что это. Very, very little. Нет. Very, very... Короче, очень мало. Что в магазинах все больше бывает. Я еще что любишь? Бля, пиццу люблю? Не могу. В Кире есть самая вкусная пицца будет. Ой, тут... Кто-то мог любить их. Я осталась. Единственный вариант поесть, это реально вот эти бутеры. Семьсот рублей. Назвать мамой? Ладно. Весна уже кончила, кончилась тринеть. До восьми до вылета пришла. Потому что... Если бы я сняла хостел... Хостел 3,600 стоил. Ой, 3,200 стоил. Для того, чтобы я что, с двух часов до четырех ночи... Ну, точнее, даже во сколько я освободилась? В девять приехала и в четыре уехала. И за это заплатить 3,200? Нет, спасибо. Я услышал в аэропорту к сижу. А у нас что, ряд, что ли, был? Рейтурный. А у меня ничего, оповещения не было. Может, он в ряд? Может, ничего не было? Спасибо. Запоздала реакция. А давно? Спасибо большое. Блин, неловко как. Спасибо большое. Где мой кашель? Все, на месте. Я вас помню. Кашельок с их забыла. Где? Запоздалый. Во сне. Ты обратно в КРАЗ? Нет, в КРАЗ самолеты не летают. Только если в Сочи. Хорошо, эти перелеты пошли монтик чинить. Давай больше. Да, пожалуйста, обращайтесь. Я искала массажное кресло. Нет. Говорит, все есть. Тогда подари эмоции. Конные прогулки, аэротруба, полет на параплане. Эмоции три. Если у человека есть, то три эмоции. Весна спать пошла, чё к ним пристали. Мама ушла куда-то. Часовик. Длинный садик долго заряжается. 58% мало. Ладно, я это знаю, что еще только 12. У меня что еще делать 7 часов? Бизнес-зал 3 500. 4 часа за человека. 3 500. То есть это на? 7? Это нет. Ну, я реально хотела бизнес-зал купить, но я не думала, что они настолько дорогие. Я там думала, ну, не знаю, может, 1200 час. А, подожди. Не час. Больше, значит, думала. Потому что 3 500 это почти как час или очень меньше. Короче, я не думала, что бизнес-зал вот такие дорогие. Спать. Как ты представляешь себе здесь спать. Вот знаете, вот если бы не было вот этих железных ручек, вот этих вот, здесь было бы реально поспать. А так нет. Изи. Мне никак не убирать, да? Грустно. Спать, стоять, и шулашать. По очереди вообще не улетает. И же самое забавное, у нас билет у третьего выхода, а мы сидим у шестнадцатого. Нормая. Нормая. Кровать есть действительно. Нормально, если задерживают рейс. Ну, господи, я так просто уже не знаю. Я посмотрю ютубчик. Что-нибудь еще там с мамой поговорим. А потом в Кировка еду и посплю пару часиков. Похоже. Подоконники специально везде ставили. Раньше там уже спать. Да. А сейчас нету. На вокзалах есть, а в аэропортах нету. Телефон как заряжать будешь? Сейчас пауэрбанк зарядится, и я начну заряжать вас. На пауэрбанке сорок процентов. Нет, ну я надеюсь, что это кафе, где вот эти бутерброды, они реально, ну, круглосуточно работают. Другие в три часа ночи захочу есть. Знаете, дома досидеть. Ну, вот когда ты дома, и досидеть до четырех-пяти утра, вообще нельзя. Ну, там ты сидишь за компом, ты играешь, время прилетает очень быстро, и ты, в принципе, не замечаешь у этого. Я спа... Поспи за меня, пожалуйста. Вы же спать. Я устала, я хочу есть. Как это из немчика? Таким волосом. Интересно. Вы когда-нибудь покупали алкашку? В аэропортах это, которые, знаете, типа виной коньяки, которые у выдержки лет двадцать. Они же вообще бешеных денег стоят. Нет, они в целом стоят бешеных денег, а в аэропорту цена их три, если не четыре, да? Это, понятное дело, дорого. А вдруг вы покупали в Дьюти-Фри? Ну, или в Дьюти-Фри. Там даже эти продаются, всякие брендовые штуки. Я не знаю вообще в целом. вот в таких вот вареночках. Мне понравится с парашютами. Думаю, колечко. Предложение. Бывает. Будет как предложение. Обе я делали. Цепочку тоже хуй знает. Может, сережки. Поверь, дарить золотого украшения это пальцем в небо, как и духи. Никогда не дарите духи золотые украшения, не зная. Блин, не знаю, что конкретно хочет сама девушка, сам человек. Либо дарите сертификаты в эти магазины, либо как-то по-другому. Но сами что-то не покупайте, прогадайте стопорцент. Я что-то псих. А кто знает? Могла бы и сказать, что негде поспать. Да не, да господи, дела автобожие еще. Я искала подешевле хостела. Нет, ничего еще нету. Ну, типа, реально, мне очень хочется отдавать 3-4 косаря за то, чтобы посидеть в номере 4 часа. На 8 нагулял по Лукопе километра туда-сюда. Диор. Нет. Спасибо. Мама ушла смотреть еду. Я говорю, я с ней хочу. Ушла еду смотреть. Женщины, вот чисто женщины. Роликсы. Хотя, Роликсы дорого стоят. Ты что? Купи просто швейцарские часы. Как у меня. Опачки, Акатарик. Здравствуйте, Хо. Акатарик. Нам тебя не хватало. Мы вести стрим без тебя, было тяжело. Добрый ночи, давай, сладкий слав. Мы, че сказал? Пойду дальше, пошел. Блин, в смысле, дальше пошел? Блин, тебе спать, полкует, и ты пошел дальше. Все те, кто разрешал еще по другим стримершем ходить. Я еще не до конца сначала прочитала, я по часу как прочитала. А сейчас как прочитала? Ты куда пошел? Ты кто разрешал вообще? Не ожидала. Конечно, не ожидала. Я тоже не ожидала. Я думаю, приеду в аэропорт, буду там смотреть. Приятного Ильдарчика. Че что-то делать? Там беременно в 16 всякие. Бля, 7 часов. Так-то это 3, блядь, 3 фильма смотреть. Не, я не буду смотреть фильмы. Подождите, а где сладости мои? А, вот. Эй! 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 Че? Типа на сумму? Нет, нету. На ролик с вами. Че? Ты стример? Дааа. Властелинка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я, кстати, не смотрела Властелинка Лец. Удальше. Котел фильм, а смотр... Да, да. Я посчитала, что вы цените в какой-то фильм. В самолете на корне лететь полтора часа. Но, кстати, я когда летела в Москву, я летела 4 часа, потому что и Сочи, ну, в круг делает. Чтобы в Москву и Сочи прилететь, он делает круг. Потому что война. Терминал, что-то знакомое. Шереметьево. Вот. И там я не хотела... Я там что, в 7 утра? Тоже где-то в 7-8 был самолет. И там я дико не хотела есть в аэропорту. Ну, то есть у меня была пересадка 2 часа. Я дико не хотела есть в аэропорту додеться в этими бургеркингами. И я просто заказала себе завтрак. Самолет, французский завтрак. Мне принесли много сыра, масла и круассан. Кофе, сливки. И... Малиновый джем. Ну, сыром надо не малиновый джем, а смородиновый. Или... Ну, короче, как-то такое... Это где мужик в аэропорту? Нет, не смотрела. Нет, заблужу. В него? Ну, то, как мы сюда добирались, я думала, все, я не улечу. Это реально странно. Приехали в аэропорт, но нам сказали как бы не выходить, потому что не наша остановка. Окей. И мы уехали из аэропорта. Такой думаешь, блядь, а что ты делаешь, не так? Монаши, наконец, один минуту. А, по какому-то... Ну да, порно довольно банально. Блин, как у вас вот так вот... Вот моя нога. У вас надо как-то... Ох, блядь, я что-то щелкнула. Блин, а вы что не держитесь? Если я уроню ногу, вы у меня упадете. Откатайте, кто уже уронил телефон в аэропорту и разбил камеры. Камера ставила три дня назад. Фук. Не, не, не... Как ты мог такое подумать? Ну, не я. Нет, все-таки я не знаю. Да, так это же аэропорт тут... Бутылка воды за 20 стоит 200. Я ходила специально, я смогла сделать себе пилочек. Пиво? 500 рублей. А не хочешь 795 обычное? Ну, мы здесь 500 видели, это не то. А ты как раз видишь? Ну, там чуть подальше. А 0,500? Нет, 0,500. 0,500. 0,500 рублей. А ты же пил хочешь попить? Уже не хочу. Ну, ты не хочешь. Нет, если прям хочешь кушать, ты потом скажи, мы пойдем сэндвичем есть, потому что, ну, я знаю, что это аэропорт, но я знаю, что тут дорого. Ну, я рассчитывала на это. Ну, слушай, ну пиво за красивая нога. Подожди, а где ты увидела мою ногу? Ну, пиво-то не дам. Ну, пиво я не куплю, а еду куплю. Пиво не дам. Ну, лучше за 700 рублей выпить пиво или бургер съесть нормальный. А кто тебе сказал, что собирайся? Просто цену поглядела. А она живет, ну, как будто это будет. Кто знает, кто знает. Да, в Кирове будет много стримов, потому что там много... Блин, Реронка, ты можешь зайти на стрим? Не могу я тебя ответить в Телеграме. Фотки с платьев. Да. Ну, ладно. Чего я открыть не могу? А вы спрашиваете, откуда я матерюсь? Вы слышали, что она сказала? Ой, извините, ой, как это я могу. А вы такие, что ты много материшься? Яблоко от яблони. А я тоже на цены. Скажи, что мне тут нет. Ну, бывает. Не, Шереметьево очень большой аэропорт. Не знаю, мне внукова нравится. Мы можем с тобой купить, мы берем килограмму за трех шлюков и кишишку. Да. Пахнет вкусно. У меня на газотепло. Блин, стабилизатор очень нужен. Очень нужен стабилизатор. Есть, но у меня игра у него вообще не играет. Они вот поэтому все и забирают. Не, не растаял. Не, он растаял и застыл. Он растаял в номере. Зарядилась. Просто нога застекла, я не могу его уже подержать. Нам лучше утянга. Как вам ракурс? Блин. Старайся лучше, просто. Я не поняла, давай лучше. Да. А что с ним будет-то? Три дня живы. На коленях пусть стремлеры сидите. Не, ой, капец. Стекла. Знаете, о чем я могу сделать? А, не, мама в телефоне по этому не могла. Спасибо. По сути, я могу вас поставить далеко, включить микрофон. И просто вы сидите там, но я разговариваю с вами. И вы не слышите. Не, сиди в телефоне. Тебе хоть чем-то надо заняться. Англия стала вторым финалистом. А кто первый? Не говорите, что только Турция стала выбирать? Я вторую дубу поставила. В зоне ожидания, да. Я хотела... Я хотела бизнес-класс или капсулу, но это, ебишь, и цены оказываются. Поспишь? Нет, но вряд ли. Как тут поспать? Бизнес не хочется покупать. 7к за 4 часа. Вы что, пошутили? За 4 часа, чтобы что? Что в бизнес-классе? Если там за 3 500 хотя бы кормят, окей. Но навряд ли. 5 процентов. Очень срочно... Очень срочно нужен кавербанк. Подождите за кавербанком. Как тут не поспать? А вот так вот. Еда. Там есть еда? Там корма? Что? Что? Да, я молюсь. 5к 3 дня. Да. Не плюй. Простите. Простите. Ну, отстирается ямонок. Что смеемся? Не, а что, в бизнесе бесплатно кормят? Ну, слушайте, за такую цену должны. Ой, мне надо как-то вас зарядить. Это мне нужно достать лайтинг. Так. А где? Здесь. Так, подождите, провода нету. А где провод? Ой. От типа бизнес-зоны? Такое себе. А где провод от айфона? А, начнем. Так. Это сюда. Вошла. Провод распутал. Пауэр. Да, блядь, что-то в горло попало. Блин, а может это самое, может реально вас просто вдалеке поставить или пока в руке подержать? Реально, не завиду этим людям, которые тут в ночную смену работают. Скажи название, я почитаю, что входит. Я только кто-то знаю, ты жду. Я знаю, что он стоит 3 500. Ты хочешь кушать? Пока нет, но там есть, к сожалению, там нету пиццы. Ну, типа ее не готовят ночью. Но там есть сэндвичи типа. Если что, сэндвичи пойду есть. И 700 рублей. Сэндвичи. Писеет, товарищи. Где зарядка? Где зарядка айфона? Телефон? Да, потому что мы на айфонах. Главное, не засыпай, а то тебя выгонят. Кто сказал? Скажите, чтоб не выгоняли, ладно? По-братски. В смысле, в прямом? Скажешь, я куплю. Ой. Да не хочу, твой банан, отстань. Мама, я на стриме. Я такое не ем на стриме. Они извращенцы, они не знаю, когда поймут. Скажи, мы приведем мастер-класс. Блядь, вот сейчас ты будешь мастер-класс проводить. Привет, Дима, еще раз. Кто из дома выгнал? А в смысле, у меня кончился хостел, я не стала его продлять. Ну, типа, мне реально стало жалко 3 200 за то, чтобы там 4 часа посидеть. Модр выгнал. Модр меня не приютял. Ела банан на стриме. Не было. Не было такого привет на... Привет, нос. Купил айфон, все, больше не тебе. Это зал Рублев, туда входит шведский стол. Что? Что туда входит? Шведский стол входит? Королевский... Нет, вы не представляете. Чтобы вы понимали, вот этот хостел за 3 200. Вы знаете, вот эти хостелы, куда ты зайдешь в коморку, и там одна кровать. Там не повернуться, там просто сразу кровать за дверью. Это вот эти хостелы. Вылет в 7 утра, в 7.30. Блин, ну, а Катаре я не могу звук открыть. 3 500 человека, 7к. Да, я ей про это же говорю, типа, 7к. 3 500 на 4, типа, 900 рублей в час. В общем, офигели. О, все, я прочитала, можно вот так вот сесть. Отлично. Так долго читала глаз. Так, подождите, надо какой-то ногой сесть. Вот так вот. В Москве гостиница за 4к. Да, да, 3 года назад я жила за 2 500 или за 2 на Красной площади. Ну как, там что-то километр-полтора было до Красной площади за копейки вообще. 7к или на. Устала после девочек. Не после девочек, нет вообще, потому что, я не знаю, я поездкой наполнилась. Ой, поездкой, да. Прогулкой. Ну и поездкой. Давайте скажем так. Мне понравилось время провождения в Москве, а все остальное мне понравилось. Мне очень классно, очень общительно. Ну, нашли общий язык, не знаю, прям очень легко было. Я в терминале D. D. А что, из еды больше ничего нет? Не кормят. Мой козел. Мой козел. Пусть он есть. Вот понимаешь, вот знаешь, сейчас тебе скажу одну мудрость, слушай. Бутылка воды в магазине стоит 20 рублей. На вокзале она стоит 100 рублей. А в аэропорту она стоит 300 рублей. Так же и с человеком. В зависимости от твоего окружения тебя ценят больше. Пиздует, увездует. Естественно, надо, блядь, хабрить, злойку. Ты сейчас что-нибудь заброшу. А, они жарят. Нормально все ничего не понимают. Я понимаю, что ты стоишь деньги и все. Спокойной ночи. Мы же сидим одни, сидим одни. Шевельский стол, газеты, пи-пи, вай-фай. Не, ребят, мне слишком жалко ваши деньги тратить на бизнеса. Можно я этого делать не буду? Можно я лучше, можно я лучше 7 тысячи тоже на дайсел. Руслан, спасибо. Мы покушаем чуть-чуть попозже. Куда? Да, Руслан здесь. Тебе большой пришло и привет. Спасибо. И за вкус... Блядь. Руслан, Раронка, ты здесь? Маме тоже. А ты сейчас спать пошел? 7 утра. А, встану, пожелаю хорошего. Давай, спокойной ночи. Руслан, ты здесь? Хочешь, 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 покажем. Достань, пожалуйста, эту штуку. Ну, я пытаюсь спасти. Достань мне эту штуку, мам. Могу вырубиться. Подожди, 5 секунд. 5 секунд, подожди. Что, мы ее не оставили, это русский лед. Сука, ебаный торт. Ебаный вкусный торт. Мы купили контейнер, чтобы как-то его провести. Этому торту, блядь, 3 года хватили. Мы ехали в экспрессе и пытались переложить этот ёбаный торт. Он, блядь, весь развалился. Один хуй мутахюр. Он такой огромный, он на 3 дня едет. Да, осталось буквально 1 четвертая, чтобы доесть. Торт приуныл. Да он в любом виде вкусный. Дима, иди спать, не мучай себя. Все, кто не хотят идти спать, спите, не мучайте себя. Это я просто стримлю, потому что мне делать не очень. Следующий раз. Ой. Не, ну серьезно, мы настолько не хотели оставлять эту вкуснятину в этом, в отеле, что мы купили контейнер, блядь, чтобы как-то... Хостела нету, вот и ночую здесь. Да, можно взять чисто... Взять сэндвичи, взять чай. И с этой штукой еще закусить. Да, я слово свое держу, я же сказала. Если мы не доедим, я возьму, мы взяли. Потому что мы не доели. А что, я сказала, я сделала. Уже, человек, почему ты не спишь? Ой, девочки, и смех, и грех. Ой, у меня телефон падает. Сожрала свою банан и пошла выкидывать. Нет, если буду смотреть на время, оно будет очень долго длиться, да? Нельзя смотреть на часы, да? Да не роняю. Давай, хорошая ночи. Сладких снов, кто спать идет, сука. Что, спать идете, да? Зачем ты мне время написала? Еще 7 часов сидеть. Два часа отсадели, 3. Еще 7. Я не ругаюсь, честно. У нас слишком сладкая штука. У нас слишком много не съешь, зараз. Вот сейчас бы семечки. Мне скинули видос. Чувак скинул видос. Но, говорит, у меня, говорит, нету фоток. Ну так, блин, а скинь с девочками. Ну, у девочки фотки попросить, что, блин. Ты с ней работаешь, Лия? Да, стрим идет. Папка вдруг не кидала тебе. Ага. О, и фоточки скинули. Необработанные, что ли? Или так быстро обработали? У меня стрим идет 53 минуты. Дорезать 4 секунды. Фесташки. Короче, я пошла за стабилизатором. Мне неудобно так. Ой, батюшки. Ходить босиком в репортуман. Ты иногда что скажешь, конечно? Женщина, интересно. В носочках. Я хочу Майкла Вазовского пачкать. Наушники в описании. Шрам. Сестра пнула. Зимой в детстве. Рейс. 7.30. Что, сколько по цене? Кто по цене? Ой, подождите. На футболку села футболка, блин, до пяток. Ой, у нас есть команда наушники. Офигеть. Пнула? Вас пнула. Так, подождите. Ноги острые. Почему ноги должны быть острые? А наушники? А сколько 35 стоит? Или сколько, не знаю. Это не я. Это кто-то за меня. Обещаю быть с тобой. Я на мастер по кунгу. Скажите, чтоб не пукал. Так, это надо вставить в вас. А я не поняла. И к Тиморфу шел, а он нам спокойное ночи не пожелал, да? Ну все, капец. По ноте ему нашлю. Эээ. Капец, телефон перегрелся от того, что заряжается. Я стремлю одновременно. А я уже вставила. Я уже вставила поздно. Короче, стабик с браком, да, у меня? Мы пришли к выводу. Давай почаще в Москву. Может, и 200 выход. На рекорды идем. В это время. Любать людей куча. Любать людей. Я же говорю, мы с мамой одни. Подавилась красотой, да. Я до Нанты забыла включить сует... Я их включила, они просто... Видишь, опять через раз работают. Сейчас, подожди. Оп, и давай заново. Все, включила заново. Должны работать. Где ты тут развернешься? Алло. Эй, ну я же включила заново. Не работает, Карл. А еще автофокус не работает. Реально не работает. Он до сих пор не фокусируется на меня. Ах ты, падла. Слышь, ты, я тебя за 120 зачем покупала? Это татуировка. Что, зрителей мало? Мас, если ты хочешь поругаться, ты знаешь, что сделать. Но это будет последний... Как-то сказать там... Невозвратный билет на мой стрим. Потому что массажи любят накручивать у нас онлайн, да. Сидела с тысячей онлайн, господи. А сейчас 200 всего. Господи, как мало. После душ... Ой, в смысле алкоголиком? Ты что? Привет, байт. Поможешь мне настроить призму? Да, но мне призму настраивала Лиза. В смысле прямолинейное так. И напиши, привет, ты нравишься, гугляет лучше все, потом сожалеет. Цены... У меня мама ушла покупать. Она спиздила мои брюши карга. Быстро. Все, что? Она спиздила мои карга, штаны. Ножки. А было так облокотить одну спинку. Ножки. Второй... Ужас. Так, не спиздила. Просто ты не успела их вернуть. Нет, нет. Она реально их забрала. А кроссы обратно, да, сдала. Мне их не хотели принимать. Потому что, ну, типа, там был изначально брак. А я, ну, я просто пришла и говорю, типа, вот кроссовки. Она там смотрит, видит, ну, какие-то, ну, полоски. Я говорю, типа, это брак, это не я. Она говорит, вам нужно было ставить заявку по браку. Типа, я у вас не приму. Я такая, блядь. А мне эти кроссовки точно вообще не к Силуни городу. Привет. Здравствуйте. Аэроотеля есть. Три часа четыре тысячи. О, четыре часа четыре тысячи. Не, бизнес-зал тут дешевле стоит. Нас тоже не хочу. Я не буду покосить больше. Да, 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 да. Не жалуйся маме. Норм ничего не изменилось. Ну, типа, бизнес-зал 3500, а отель 3900. Затерла. Я пыталась отстирать кроссовки. У меня не получилось, там подошва реально грязная была. Но у меня все равно забрали. Вместо пива. Вместо пива ты купила орешки? Конечно. Так, подождите, я хочу поставить вас на эту штуку. Ух ты. А чё? Я чё пиво пью, чтобы мне такое покупать? Ну, я же не пью, я с никуда. У нас в сумках места нету, ты это купила. Куда я банан съела? А я же купила. Из Крыма, да? Да, из Крыма. Ну, вот. Метер есть из низкого пьяного. Чё ржёшь? Я думала, у вас там паркур ещё какой-то. Какой паркур? Не. Не, красивый, но просто... Блин, ну для меня вот это пылесборный. Мне нравится. Я потом сяду и буду. Английский выучим когда-нибудь в этой жизни. Бизнес на каждого отеля 3900. Отель не на двоих. Там типа на одного... Как бы там место на двоих, но не факт, что двоих пустят. И первое, а второе, отель, он не в моём терминале, походу. Я искала, здесь нету отеля. Полоса мне взять пить пиво. Ночевала, как-то я слишком люблю свою жопу, чтобы... А я экстремалка. Чё не верю? Да, я с мамой. Батя, чтобы поздоровалась. Вятский класс, вроде, спас. Вятский класс, очень вкусный. Это шоты? Есть ли это? Чё? Для баб... Какие бабушки? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, добро пожаловать. Брит, дааааа. Мама шарит, что ли? Аэропорт Шереметьево, терминал D. Как бы, может, эти отели находятся за зоной... Короче, мы даже с чатом прошли полностью всю зону. Нету этих отелей. Маме привет, маме привет. Да, всем привет. Вот смотри, у меня на разу не выкинули, но она не слила. Вот несколько две штуки. Шорты три штуки. Шорты. Шорты знаю, а шорты нет. Прыгнули. Не врез, я поздоровалась. Рюмки на месте. Маме привет. Мама, привет. Нефором? Нет, давно уже нет. Раньше в детстве, ну не в детстве, а когда я действительно была нефором, я считала себе такой. А сейчас я, у меня потолика есть, ну, цвет волос. Байт, кто такой? Байт. Ой, блин, слушай, старик такой вообще. Песок из него сыпется. Не советую тебе с ним связываться. Бо встречаться, главное. Триста тысяч на руки будешь давать каждый месяц. Происходит, спросить надо. На стойке администратора. Что? А, что проходят? Ну, тоже верно. Ну, я правда еду нефига. Слушай, по-моему, не сидит, что он говорит по штукам, как принято. Средник одинаковый будет пикать? Нет, в теории уже все не будет пикать. Пятьсот тысяч. Вот это я в карманку, потому что мне еще не спасает. Вашей маме взять не нужен. Маме нужна квартира с ключами. Вот это ей нужно. Слушайте, мы меркантильные. У меня депресс-класса есть, зачем будет балк? Ой, блядь, чуть не уронила все. Ой, подождите, я все-таки свою идею выполню. Короче, постойте пока. Тут мне нужно найти... Мне нужно найти этот самый. Хуяйся. Заполняй. Вот значит, как вы себя оцениваете. Старая не знает, что... В смысле всех под одну гребенку. Куда летишь, Киров? Короче, не ленись, сходи до стойки и узнай. Двоих в отель должны пустить. А где тут стойка? Где тут стойка? А где тут стойка? Ладно, пойдем. Мам, мы... До свидания. Где тут стойка? Да я не стойки даже не видела ни разу. Ну, мы спросим сейчас у кого-нибудь. Подозрение, что ты видишь мои сообщения, но игнорируешь. Или какой-то особый... Нет, я вижу последние три сообщения, а человек летит, поэтому это нормально, то, что я не могу все прочитать. Опять вам потеряли. Там всегда созанято. Ща. Блядь, 3900. Блин. 3900 за то, что было... Блин. Ну, блин. Блин, смотрите, аэропорт просто пустой. Спасибо большое. Че, Абели? Это слишком просто. Мы выбираем хардкор. Зачем ты в аэропорту ночуешь? Да потому что я зажопила платить за холстом. Спи на сиденьях че. Палеть. Пиво. Пиво. Где она увидела 700 рублей? Вон, даже тут 400. Короче, мне мама не... Я не вижу стойки. Бизнес-зал, вон, бизнес-зал, вон. А, наверх подниматься, да? Пиво. Лично я на сиденьях не сплю. А я... Ой, а я сплю. Я тут в Крым 14 часов ехала. Спала, а на сиденьях. Мягкие кровати. А может у кого-то спросить из продавцов? Тут реально никого нету. Видите, что вообще пусто. Похоже на нижнего. Не знаю, там не было. Зачем ночевать? Встаньте. Денег нету, блять, на холстом. Жопа, конечно, жалко, но там... Ну, короче, водитель, дебил. Ой, я суждаю. Это все из-за водителя. Первое, в Крым нужно было ехать. Ну, обещали, что в Крым поедем на Мерседесе, на минивейне. А приехала, блять, легковушка. И ладно, как бы если двое людей... Ну, это был блокар, двое людей сзади было бы. Но сзади было трое людей в легковушке. По крайней мере, всю ночь ты не увидишь. Мне нужно было, я бы... Да блин, ну никого нету. Давайте у девочки спросим, что дальше. Извините, подскажите, а вы не знаете, тут есть хостел, как капсулы переночевать? Где-то нам, где-то твои. Где-то должно быть. Да, вы тоже. Просто я ищу кого-нибудь из сотрудников, я никого не могу найти. Вы знаете, вот там где-то есть бизнес-зал. Угу, внизу. Просите, да? Бизнес-зал, пойдем. Хорошо, спасибо. Да, я забыл в аэропорту девочки, блин. Айра, ты... А, я слово забыла. Ча, Бу, Ки, Чо, не слушаются. Серьезно, сейчас я чувствую. Да, неприятно. Короче, поездка в Крым была неприятная. 14 часов туда, 12 часов обратно, и все сидя. Китайцы. Так. Бизнес-зал. Блин, ну я же не... Серьезно? Блин, там кто-то есть, я не пойду, я стесняюсь. Что же написано? Круглосуточно. И вот он стоит 4. Ой, 3-500. Блядь, может так, давайте сейчас девочек поймем. Какой-то терминал В. Да я уж не в терминале В. Извините, а вы не подскажете? Здравствуйте. А капсульный отель, аэроотель есть тут? Нет. Да, нет. Интернет врет, потому что в интернете, в терминале В и в терминале Д есть эти аэроотели. Но по факту, вот сколько я... Я третий раз уже хожу по этому терминалу, здесь только есть бизнес-зал. Проток, где капсульный. Да, капсульный на В. В А и В В. Да, ничего не было. А далеко добы идти? У нас просто сумки капец тяжелые вообще. А далеко от СД добы идти? Что теперь? Ой, мы устали. Аэропорт. Аэропорт. Не понимаю, в Крым. Подожди, не вижу сообщения. В Крым летала, если ничего не перепутал. Зачем в аэропорту ночевать? Домой едь. Так я в Москве. У меня тут нету дома. На Сидухе. Блядь, вот так вы не любите. Внукова, Внукова. Стасон давно заходил. Он периодически забегает, периодически забегает. Когда у него особенно выходные, он прям долго на стрельбе может посидеть. Так, недельки... Ой, блин, раз в два в недельку может. Я помню, что вы мне сделаете. Откуда я из Кирова? Ну, я думала, стримеры любят все. Нет? В смысле? В смысле нет. Такого быть не может. Ты что, так могу? Самолет в 7 утра. 200 до 500 может. Что теперь? Неправильно. Я вообще думать не умею. Что такое-нибудь? Самое главное хейсер. Вау. Лишь мы похитерить. Где ваша поддержка? Мне нужна поддержка. 7 утра. Угу. Вы видите, как много людей? Так много людей хотят уехать ночью. Не, ну мой вид, конечно, не на все. Я как хипстер выгляжу, реально. Зеркала нет, ваше не заткало. Красота твоя всех... Да. Да, смотрела. Такие же другие. Чё? Проблема. Рейс, что ли, задерживают? Блядь, говорю, рейс в 7 утра. Он говорит, ты что, рейс задержишь? Просто говорю, рейс в 7 утра. Я его жду. Хипстеряга. Какая неинтересная. У меня сестра в Москве пере... Чё не... Да, а я откуда знала, что у тебя в Москве кто-то есть? Я откуда знала? Я не знаю, как-то пользоваться тем, что... Типа у меня есть какие-то знакомые там, там и там, но не знаю. Мне пока совесть не позволяет. Да. Так, мам, если что, зарядку в следующий раз ты доставаешь. Да, я сейчас обратно к тебе. Я только доделаю, мне 5 минут. Да, знаю. Я знаю, что надо его делать. Но получится как с Краснодаром, Саш. Ключей нет. Так, подождите, что я хочу сделать. То, что я хочу сделать, очень интересная штука. Не так. Аэроотель. Так есть, есть аэроотель, но не в моём корпусе. Сестра гостит в красе. Я брата выгнал давно уже. Нет, я говорю про то, что брата-то выгнал. Гляжи, передать не смогли. Так бы и с Москвой получилось. Зашёл, повоёвывался. По-умнению, пора высох. Пора и честь знать, да? Давай, ха-сладких снов тебе. Хост. Какого цвета у тебя сегодня были? Ой. Показать? Так, подождите. Ой. Не, ну в принципе-то я всё правильно сделала, но не настолько. Угу. Чего, вот два сетей будет? Я очень... Лупа. Пришли как-то лупа и пупа. Разрыхла. Я думала, что только мало. Я пробала. Ну, в принципе, так и можно уже сесть и спать. Я уже не вижу. Право точил, короче, ладно. Да всё, на следующий раз теперь буду знать. У меня же модеры здесь. У меня же модеры здесь. Они знают, что делать. Давайте пока так посижу. Блин, ничего не вижу. Сколько до рейса? Семь часов. Не хочу на часы смотреть. Шесть с половиной. А как мне стримить ночи без модера? Ну, не знаю. Почему, конечно, я исключаю вам приведу. Ну, это штучка. И они закрылись, как только ты купила. Как она мне говорила, я бы... Ой, ты же всё сделал? А вы всё сделали, да? Ещё столько посадили после четырёх ночи. У нас подошли. Ну, я вот тоже буду спать для зимы. Может, тебе не будет, чтобы подарить. Легче не закрепляю. Это предусместитель. Давайте, блядь, всем подарим всё своё. Ничего, ничего. Ларонке, Глебу ещё подарим. Ларонке, Глебу, куруный мешок. Что же, Ларонке, вообще не хочу. Пошли, не хочу. Пока 7 секунд не прошло, можно. Подождите, там упало. Ну, вот, минимум, может быть, нельзя. А сейчас, наверное, сколько было? А сейчас, наверное, сколько сон? Сейчас, достану. Чё, 5 секунд. Сейчас, подождите, я микро достану как-то. Не знаю, как. И чё, куда мне это, ладно? Ну, старенький. Сейчас, всё прочитаю, подождите. Это микрофон. Ммм. Работаешь, нет? Алло, окей. Он очень сладкий. Вы слышите меня? Ну, лучше должно быть. Блин, сейчас, короче, у моего телефона заряжается. Короче, я... Подберись, надо. Сейчас, подожди. Ну, пожалуйста, не говори мне ничего под руку. Тебе принести телефон? Нет, я сама разберусь. Просто не надо мне ничего под руку говорить. Да, господи, где этот провод? Это вот этот. Мне нужен вот этот провод, чтобы вас зарядить. А хотя... Чё, кто молокососы? Или... А в принципе-то вы и так тут нормально сидите, нет? Я могу вас оставить подальше, подальше. Ладно, пока так посидим. В целом, просто, чтобы лучше было слышно. Блин, если ещё дальше поставили, я вообще не вижу текста. Фокус на джинсах? Ну, что автофокус не работает. Сейчас я пошла читать. Пересадки комнаты в отеле редко... Нет, ну, вряд ли какие. Какая комната в отеле? Кто ещё такая, чтобы мне что-то предоставлять? Быстро... Да, 7 секунд. Нет, ладно, 7 секунд прошло, там уже всё. Какой мой знак? Так, вроде бы всё. Ой... Ладно. Можно здесь палатку, костёр развести. Отчего, получается, ночью никто не летает? А почему? Чтобы нагнуться и читать. Я сейчас возьму мамин телефон и подсоединю к пауэрбанку, чтобы он заряжался. Это делается вот так вот. Вот так вот. Кауэрбанк высадится, чтобы нагнуть... Да, он, да, он, да. В аэропорту всего 4 человека. Тот чувак, тот там пиво сидит, пьёт за 400 рублей, 05. И мы вдвоём. Ты да я, да мы с тобой. Да блин, а как разблокировать эти ваши андроиды, господи. Знаю, но как тут водится всё. Так, зайти на твич, я всё прочитаю. А что вы мне сделаете? Ай, блин. А мама. Так, а как тут всё делается? Так, а как скрыть? Нет, блин, а как скрывается кран-розвонка, чтобы чатик чисто был? На себя жми. Ой. На себя жать. Возе нажала. А, я могу же просто чат открыть. А, всё, да, чат открыла и всё. Да блин. Египетская сила. Куда камера? Так, братишка, кто, если не мы? Так, из тех, кто... Соня, Кубайка была, получается, отличная. Клаш, что? А посмотрите, камера сейчас дёргается вот так вот. Мне плохо видно издалека, не дёргается камера? Ну, стабик. За 7 часов можешь посмотреть сериал «Пацаны». О, я смотрела, стирала. Не дёргается. Вот, вопрос. Он стоит на каменном полу. Что? Что не так? Может, дело не в стабике? Давайте отдам телефон, ты что-нибудь посмотришь. Тебе же скучно сидеть. Нет, 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 нет. Меня слушать не надо, я говорю плохие вещи. Мы же все устали. А положи сумку к тебе ещё ближе, к ручке. Максимально, чтобы на неё лечь. Новые серии, типа третий сезон. Стоял на столе у нас, ты постоял... Да, да, вот я об этом и говорю. Значит, в роронке, в кафе, столы и кривые. Вот я про этажа. Не может двигаться. Угол накрона другой. Да, капец. Прикруйте. Если сверху вниз... Есть, тогда обратно. И что теперь делать? А воды нету попить. А эта штука очень сладкая. Героя России. Мама точно знает. Что? Ну, спросят спросить про степь. Я не знаю, что про степь спросить. Степь — это степь, это пустыня. Чего ещё там про степь спрашивать? А если вас кину? Рот открывай, сейчас скину. Сейчас навалю. Давай. Ну, конечно, тебе лишь бы давай. А почему ты не спишь, воронка? Ты что, не дома, что ли? Открыли? Ладошки подставляйте лучше. Камер, да, я с моими дэмсами. Да, лежишь, говоришь, обща... Скоро заснёшь, да, я вспомнила. Не, а что вы все дома лежите? А что вы дома лежите? Я тоже хочу... Когда-нибудь, когда у нас будет дома Дайсон и Далматиня, значит, тогда уже будут деньги. Тогда мы будем с вами ночевать в бизнес-залах. В Шереметьеване не надо приезжать. Ну, вот и лежи. Ой, вы оперативные, капец. Ну и всё, и что ты мне сделаешь? Что ты это сделаешь? Вот знаете, я на айфоне отключила автоматическую блокировку экрана. И я к этому привыкла. А сейчас вот я сижу с мамином телефоном, и он, говорит, блокируется. Постоянно. Как удобно, когда ты сам регулируешь это, а не когда он засыпает. Куда ты денешься? Накатаешься и меня обождаешь. Мы на легке, мы прям приручной кладе. Как не лежать? В смысле на работе у тебя ночная смена? Я не знаю, стрим до утра или нет. Может, через пару часов я всё-таки попробую поспать, но это нам вряд ли. Короче, с новым геймпадами, блин. Я забыла, что я хотела сказать. А че, надо собираться замуж? Че, неудобно? А? Нет, заходи. Ну, знаешь, вот как говорится, если захочешь спать, то ты заснёшь. Я че терпила. Терпила. Про багаж, да. Короче, там уже в багаж влазит вот такая, вот такая и вот такая. А у меня сумка просто тонкая и такая. Короче, я её вот так вот смяла, и она влезла. Ну, пришлось чуть-чуть помучаться. До утра могу стоить. Ну, как бы можешь до утра. Но я не хотела бы до утра стримить. Всё-таки хочется. Наверное, что-то хочется. Ну, блин, до утра сидеть, час у нас идти же можно. Что до утра-то делать? Пиво и типеть. Вам чего, что-то? А? А там что-то? Да там много всего есть, из еды. Но днём больше, чем, конечно, сейчас. Нет, я не еду. Если бы у нас не было бы кофе, то прийти. Может, лучше чай попить, чем кофе. А если мы приедем домой, будем много спать? Ну да, кофе смысла нету. Но опять же, в чай больше кофейна. Рубить в 2-3. Ой, с ума сошла? Господи, ну он такая... Что? Что сказал? Не, часик даже не получится. Сейчас набьётся пиво и кофе. Ну, блин, даже в этом... Даже в самолёте есть этот... Даже в самолёте кто есть? Туалет. Так что нормально. Голова чешется за вас. Реально ночью ведь не летают. Что, мы сидим уже... Ну, грубо говоря, второй час, и никого нету, никаких рейсов нету, как будто бы. Ночью плохо видно? Хотя, блин, шторм уже тоже летает. Да, я тоже не объявляю ничего. И даже не объявляю ничего. Вот. Ночью... Ну, люди не летают. Нормальные ночи люди спят, по факту. Ну, вон, говорю, 2 часа. У меня ещё пикник сладкий. У мамы? Не знаю. Блин. Нет, лучше бы воды. Короче, телефон у неё. 50 мегапикселей камеры. Кого вы обманываете? Инфлю, инфла... Короче, я не знаю, но он имя какой-то китайский. Да, я не смотрю на Нью-Айзэ. Ночью дотяжка пилота. Да, блин, а вот смотри, так же они в Ураганы же рейсы делают. Они же ориентируются не то, что на видимость, а на эти, на радары. Пикник раздает. Он реально... Блин, он такой был мягкий, я не знаю, что от пикника осталось. Боятся люди из-за этого, конечно. Полиция, милиция, камера. Летают автопилоты. Да, тем более ещё автопилоты. Пилотам что нужно? Взлететь и посадить самолёт. Всё. Ориентации, в том, что они тоже ночью спят. Тоже верно. Ну, блин, вот есть же маленькие рейсы, вот как у меня полтора часа. Небезопасно. Да, вообще. Блин. Больше 500 рублей вообще. Микробор... Всё, мама ушла гулять. Микроборщ 500 рублей. Где вообще такое вы видели? Итак, давай заберём из машины. Не, не надо, всё, норма будет. Да он крепенький. Ну, типа всё, он крепкий. Ну, подумаешь, шоколад растаял. Где лофта? Завтра на костре пожар. О, блин, наоборот, не надо так делать. Блин, мне кажется, клоун здесь гус. Давайте, что... У нас какое среда? Как у вас неделя проходит? Я, конечно, стример такой непостоянный. Вдруг у вас что-то случилось? Рассказывайте. Четверг? Буквы... 0,5 за 50? Давай. Одно. Да, блин, грёбаный я на другой-то, блин. За окном самолёты каждый минут 90. А ты близко к аэропорту, что ли, живёшь? Неделя. Блин, а что вы такое пишете, что у меня всё в звёздочках? Случилось, да, потерялся. Слушай, ну ты потерялся почему? Потому что у тебя был самый ослепительный штурман. Как от такого штурмана ты не потерялся? Ну, короче. Прохладно сейчас, дует кондей. Холодно сейчас. Всё, мама ушла, можно материться. Фильтр на мат? На телефоне? А то есть вы видите, а я не вижу. Блокировки. Да, блин, мне слишком лень заходить, честно. Что? В каких звёздочках? А, в приложении? Ну, это достаточно хороший, и номер рейса, ну, чтобы вот такой цвет, это для света было. Бля-бля-я-я-я-я. Просто посмотрите. Номер рейса? Ищи Киров. В 7 часов. Номер рейса, да, запоминай. ДП-6809. ДП-6809. У нас другие города, страны приходят там, где живу. А, так это просто мы сидим на близлежащих городах, рейсах. Ну, короче, не на дальние. Плохие, да, в этом мама не видит. Да, блин, у меня был белый маникюр, сейчас он фиолетовый. А был белый маникюр. Это все волосы. Нет, одеяла нет, к сожалению. Есть только рубашка и большая футболка. Даже кофты нет, прикиньте. Кофта в Кирове, я не стану ее брать. Память-то уже нынче девичья, да? Саша, у них белый цифр должна запомнить, а? Шесть цифр запомнить. Я не могу. Я уже не знаю. Продолжаю это. Ну, не должно так-то. Просто холодно, но не дует на меня. Просто холодно. Эй, нет, нет, не падай. Ты же брала футболка, я сказала, чтобы ты не переживала. У меня просто кофта в Кирове. Я поэтому не стала в Москву брать, потому что плюс 30. Пиздец. У меня реально, у меня на телефоне маты есть, у мамы матов нету на телефоне. Во-о-о-о. ДП 6808. Ладно, нет. 60, блин, а где я? А, 6841, я запомнила. ДП 6841. Да, так-то у меня краснодарская кровь. Не, на самом деле, вот, меня что удивляет, мне говорят, типа, ты из Краснодара, почему ты не загорела? Вы думаете, много краснодарцев, которые загорели? Нет, там все, блин, от солнца прячутся и мажутся кремами, чтобы не сгореть. Так что это абсолютно нормально, что я такая полузагоревшая. О ней позабочится, худак, чё пизда, ты взял? А как бы я его тебе отдала, ты мне худак, взял во вторник, а в среду мы уже с тобой не виделись? Покупка 49 рублей. Я всё вижу. У меня и семенские идут. Причём, смски на мамин номер на мой. Да и похуй. Но он же охуенный. Как? Нет, не похуй. Дорога молоды. Спасибо. Напитки из черноголовки. Давайте рассказывайте. Так, сейчас по никам пойдём. Так, короче. Муми Тро, рассказывай, как у тебя дела. Как у тебя неделя? В понедельник день тяжёлый, а уже четверг. Четверг это маленькая пятница. Так. Прайс рассказывает. Уже четверг. Блин, а там дубать дальше ники сложные. В каком году решила уйти фиолетовые волосы? Чего я такого не видела? Я не знаю. Честно, надо ВКонтакте отслеживать по фоткам. Года 3-4 назад решила уйти фиолетовые и всё. Потому что белый... Я была блондинкой, ну как пепельный блонд. Очень-очень-очень тяжело поддерживать. В смысле, я рассказываю. Знаете, сколько вам всего рассказываю? Или я ушла? Да блин. Вот так вот. Блин, кто? В утверде шествует. Мы уже раздеваемся. Да ху**ные носочки моей козовской. Они на тебя не налезут. Да не поправься, говорю, поправься. Чего у тебя как жизнь молодая, спрашиваю? Какие фиолетовые подарки. Ходос фиолетовый. И всё, больше фиолетового ничего не дарили. Мама в теме. Нормально заехала сегодня на 100 подключить винтик. Ой, полдня поменяли колодки. Но, блин, я вот поэтому не хочу заводить машину, когда у меня нет в окружении того, кому я приеду, мне скажут, что с машиной. Потому что в сервере будут, в сервисе будут тянуёбывать. Съезд фиолетовых. А где ты ещё фиолетовых увидела? Что тебе рассказать, как у вас дела? Много историй. Ну, давай с этой недели. Ладно, и жизнь была 10 лет. В смысле, старый дед? Ты серьёзно? Сколько тебе лет? Против разведки прятаться. А ты чё, прятишься против разведки? Блин, я надеюсь, я... Ой-ой-ой. Подождите, вот так вот, чтобы коленки не вытягивать, штанишки подтягиваем, и всё, ваши коленки будут в целости, и джинсы прослужат вам дольше. Это вам такой лайфхак. Ой, не падать. А, я слишком сильно подтянула. К любому будут косячить, даже для своих... Вот. Штаны нервы, да пожалуйста. Я специально... 35, ей опасно. Вау. 35, почему у тебя нет дитя и собаки, и дома у озера? А может и есть, просто тебе нравится сидеть на стримах. Ноги... Не, затекают, затекают. Вот тут вот затекает. Тут вот ёжики ебутся. Не, блин, не буду. Коты, БМВ. Блин, всё, охуенно. Главное, чтобы их есть, остальное не важно. Не, 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 блин. А, так ты из тех, кто, ну, поворотники не включает. Ну, поняли. Потому что у БМВ их изначально, в принципе-то, не было. Часть, ну, часть не считается. Давайте я просто чуть-чуть отверну вот так вот. Ой, не, слишком сильно, товарищи. Ну, капец, опять заблокировался. Лампочки с завода. Да, лампочки с завода не светят. Урок начинающим блогерам. Дайте вам урок начинающим блогерам. Не важно, какая камера, главное, какой свет. Что? Ладно, народ вытягивается ещё. Закрути, пожалуй. Быстрее, чтобы 7 секунд не прошло. Быстрее. Иначе микробы захватят её. А ты тебе Майк Вазовский скажу? Майк Вазовский. Это Шереметьево. Да, реально. Видели? Блин, корпорация Монстр, классный мультик. Но на Твича опять не смотреть нельзя. Поэтому что? Нужно создавать густи. Густи нужно создавать. Блин, а если я попробую всё-таки сделать то, что я хочу? Не знаю, как я это сделала. Блин, у тебя 90% зарядки здесь. Блядь, андроиды не сажаются никогда. Она говорит, у меня 70%, я боюсь его разрядить. А 70% блядь. Ладно, у меня просто провод 5 ампер, поэтому быстро. БУСТИ, БУСТИ, БУСТИ. Сейчас попробую. Чё, байк, всё ли у вас хорошо за эти мои... Как думаешь? Чё, Чё, БА? Ебать того как. Ой, да. Ой. Так, я сижу тут. Опа, да. Батарея. Мне замучено. Ну-ка, это что? Намёк на айфон, да? 5% у айфона. Нет, 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 нет. Заряжайся. Всё, заряжается. Так, вот, чтобы маму не было видно, а нас было видно. Мама, стесняшка, скромняшка. Эть, эть. Вот так вот. Блин, чуть-чуть поменьше. Во, вот так вот, нормально. У аэропорта-то так получилось. Ну, я как ребёнок от первого лица. Ой. Я прям готова к тебе. Собираю что-нибудь. Да, хочу просто попробовать, чтобы у них ракурс другой был. Поэтому я сяду сюда, чтобы тебя лишний раз не засветить, потому что у нас скромняшка. О, ашка скромняшка. Это выкинуть надо куда-то. Выкинуть одну штучку надо куда-то. Мусорница. Покупка 40. Так, а как к вам зайти-то опять? Один. Так, не подслушивайте пароль. Вот так вот. Так, а как, посмотрите, как вообще всё выглядит? Главное. Олександра Минчер. Блин, я реально выгляжу как бомж. Нихуя тебе лошадь. Блин, знаете, как неудобно здесь спинку это самое. Не, почему лошадь? А знаете, блин, я не маты, не вижу. Уверен, что правильно думаете, да. В карман не хочу, она там растает. В аэропорту, да, это я уже ответила. А, всё. Ладно, мы не так много написали, пока я отходила от вас. Блин. Как будто надо чуть-чуть этот... Блин, мне как больно сидеть там. Короче, никак не усесть здесь нормально вообще. Хит-продаж. Прикиньте, там работает магаз. Там работает... Магаз. Камера не дёргается. Офигеть, камера не дёргается. Там магаз с парфюмерией. И они вообще не закрываются. Прикиньте. Я в Киров, в Киров лети. Нет, не двигаются, к сожалению, вообще ничего. Так и предлагал. Только ножки через спинку. Да это же неудобно. Не, я поняла, но это неудобно. Одним глазом у меня 3 часа ночи. Ещё 6 часов. Ещё 6 часов, мои дорогие. Я подошвой не встала. Я подошвой не встала. Грязными же. Так я же потом обтеру. Да, у меня рост 175. Ой. Мама-то пытается как-то уложиться, но у меня плохо получается. А тогда ноги можешь... Видно. А иди назад спать. А? Ну или вон на те сидушки. Слушай, ну ты же сам в этом сидишь. Да, но там-то не будет. Видно, ты же переживаешь за это. Но там можешь... Но там ты можешь вот сюда ноги. Мама стесняется. Встаньте. Блин, можно я ширинку расстегну? У меня живот полный. О, отлично. Это читерство. Ну вы серьёзно? Руси. Ой, не застрять в перилах. Да как будто так это и получается. Никогда, когда. Да. Геннабуки. Блин, мне посадка у Джинс слишком высокая. Это ребят. Сколько ещё часов? 6 часов ещё сидели. Давайте посмотрим беременного 6 минут. Я не знаю, что ещё придумать. Руками штаны. Это шеренечка. Реально какой-то он такой маленький. Ну в плане вот здесь зелёная посадка. Ай, волосы. Где зелёная посадка, здесь вообще мало что есть. Нет, ну если прям совсем приспичат, то придётся идти в бизнес-зал. 3 500. А может быть за 3 500, ну, двоих пустить? Чё, блин? Им чё, вот жалко что ли? Продукты портятся на шведском столе. Я бы сейчас всё съела. Гостиница где? Ну, в терминале D нету. Вот это, да, заранее. Ну, чтоб, знаешь, чтоб наверняка, чтоб не торопиться. Шорты, шорты. Во! Давай, сладких софий со спать, пошёл. Вот вы сейчас все уйдёте, и я пойду тоже спать. Не знаю, просто... Бля, сиськой прям на эту, господи, ой, блядь. Блядь, не сиська, это к ребру, господи. Блядь, бомжи, ещё и носки зелёные. Видно, да, что денег нет, нормально, белые носки. В каком городе чё? И в Москве. Удобно? Не, вообще, нет. Ой, они делают это, и без чека я много раз так делала. Только, а в смысле, там же камера прослушки нет. Как раз три меры внизу донатили на без носков. Да, фигня, я с тобой согласна. Мужик улё... В смысле мужик, значит, я не бомж, нет, я стример. Мне кажется, стример это болезнь. Мобильные банки переводишь, и всё. Один и пять. Суй, ну... А чё, типа, к ним подойти и спросить, можно ли потихой? Ну, типа, реально так подойти и сказать, типа, можно за полторашку? А подожди, нет, там уже видеосвязь есть. Как? Мне кажется, нет вообще. Ну, точнее, там, короче, камера, и мне кажется, ну, с отчётом количество людей не будет совпадать. Блядь, ты единственный, кто об этом говорит. Мне кажется, так никто не делает. Блин, вот тут вот круглая штучка, косточка больно сидит. А ты вот так вот хоп, и спи. Очки одень, чтобы... Музыка не выключится. Музыка не выключится. Нет, не знаю. В смысле, а как за 500 рублей? Покрывало, нет? А как бы в бизнес-зал за 500 рублей, вы чё? Может, прокатит. Не, ну, слушайте, если я просто туда подойду и скажу, типа, можно вам телефон переведу, мне кажется, они мне пошлёт. Не знаю. Они тебе в бумаге свой номер пишут, и всё. Не хотел хвастаться, встретил тебя сегодня в отеле, приятной поездки. А я так и подумала, что меня как будто кто-то увидел, потому что иногда на меня прям так смотрят. Так я думаю, блядь, кто ты? Кто ты воин? Видел меня? В этом отеле, из которого я выселялась у Блинского, да? Проход в бизнес-зал, в авито. Подождите, не бей. А подожди, а как? Вбейте вы, в авито, проход в терминал, да. Бизнес-зал, вбейте вы. Вам удобнее, я с чата считаю. Кот, по нему зайдёшь. Экс, эдэкс, один сделай, пожалуйста. Шереметьево, терминал, да. Ну, подожди. Ну, скинь, а я открою, вот. Я это имею в виду. Да утром больше стремить не хотелось бы. Десять часов, так. В смысле всё, забей. На авито зайдите, пожалуйста. Шесть часов, я бы там. Ты вообще угараешь, ну, в смысле чел, пишет. Мне кажется, у меня все пытаются наебать. Кто-нибудь зайдёт. Роронка, зайди на авито, посмотри. Посмотри терминал, да. Ой, да, да. Бизнес-зал. Когда вы ещё увидите стримера вне дома? В нетипичной обстановке. Не, слушай, я в виду на самом деле вообще тему. Там столько можно нормального добра найти. Ну, если нормально искать. Вату катаешь. Тысяча пятьсот. Да, вот окей, а что ты мне скажи, вот, короче, которые шестьдесят три, Виктор. А вот что, мне подойти и сказать, типа, можно я вам деньги на телефон переведу? Как ты это себе представляешь? Есть. А можно мне скинуть мне? Сомнительно. Да я не буду до утра стремить, нет. Блин, ссылок-то в чате не видно. Надо в... Нет, я в Шереметьево. Надо ссылки вкидать в Телеграм под последний пост. Потому что на Твиче ничего не видно. Они мне вообще сами предлагали. Ой. Вам чек нужен? Я говорю, нет. Носки? Носки офигенные. Блин, ноги соскальзывают. Сидушки маленькие. Ну, зайдите на... Роронка, ты спишь? Роронка. Переведите, сходи пять минут. А я говорю, вы мне скажите, как им сказать? Типа, подойти и сказать, можно номер привезти? Вы мне скажите, как им сказать правильно, чтобы меня поняли, что я своя, а не вот так, что, типа, привет. Роронка, покупай! Роронка, покупай! Теперь видно. Нет, ну ты вот так вот села, вот теперь все видно. Пиздец, мать. Еще специально, главное, вот так вот в камеру повернулась и вот так вот, блядь, сидит. Пиздец. Как оттушь, блядь. Так ты видишь, вот камера на меня, конечно, тут все видно. Три точечки, да, три точечки, это три камеры. Спокойной ночи, спокойной ночи. В ту можно. Роронка, роронка. Что там за 300 рублей? 300 рублей в час уберем. Шведский стол. Давно бы сходила, купила. А ты мне не написала, как спросить. Я вот тебе говорю, ты мне заебал, Виктор. Тебе сто раз сказал, как это работает. Ты мне сказал, подожди, ты мне сказал, как это работает, а ты мне, блядь, скажи, как им это сказать. Привет, можно вам на телефон деньги перевести? Блядь, мне так говорить? Вы спать не собираетесь, но тут неудобно спать. Я вам скажу так. Рука чешется все из вас. Ты мне сказал, как это все делать, но я не сказал, как подойти и что сказать. Это твои проблемы, ну и пошел нахуй, блядь. Написал. Блин, сейчас, конечно, ночь. Сейчас ночь, но вряд ли они, конечно, ответят. Хотя я тоже кто знает. Мама удозоря, потом наоборот. Человек сети. Ну, слушай, я посижу тебе-то, какая нахуй разница? Я тебя нормально попросила, блядь. Знаешь, как сложно чат читать? Нет, не знаешь, поэтому отъебался, блядь, и все. Шестьсот рублей, шестьсот рублей, это сколько? Час? Блядь, на вид и дешевле. Чем так идти предлагать? Капец, это же так гениально, реально. Просто бабки левачить, жесть. Жесть. Интересно, а вот если ты зайдешь в бизнес-зал, а можно потом это место другому человеку продавать? Ну, типа, ну, круглый ворот. Какой зал? Блин, какой зал? Я не знаю, в терминале. Да, Сочи, Сочи, Сочи. Да вот реально тоже, говорю, заебал, блядь. Сложно написать, что ли? Сочи, бизнес-зал Сочи вроде так называется. Это о Катаре сказал. Я не могу зайти в ЛС, у меня телефон, я с телефоном, блядь, стримлю, сука, вы че не понимаете? Вы реально тупые иногда или че, я не знаю. У меня телефон стоит в двух метрах от меня, блядь. И в личку не могу зайти, и ссылки не могу открыть. Вы, блядь, издеваетесь или че? Беседеловые. А че ты туда ушла? Ты себя так развлекаешь. Имя, фамилия на английском? Лалонка. А давай я тебе фотку, да? Так, подожди. Там пропуск делают. Ща я тебе сфоткаю паспорта из маминого телеги. Я тебе напишу. Я не слышу, ты бы еще тише говорила. Раронка, напиши, пожалуйста, под последним постом где-нибудь что-нибудь. Да. Блядь, как найти Раронку? Сейчас я просто сфоткаю. Мне надо, главное, Раронку найти где-то. А вот Раронка. Мистер Мияги. Блядь, что за соска волосатая. Так, тут где-то паспорта. Блядь, я думала, я еду сегодня в аэропорт, и у меня здесь нету паспорта. Я говорю маме, мам, ты из отеля мой паспорт забрала. Он такая говорит, а зачем твой паспорт забирать? Я такая, в смысле? Благо, он случайно оказался в моей сумке. Вы там пока посритесь, да, с чем он, который не может мне нормально сказать. Короче, я тебе скину в паспорте. Как в паспорте написано? В паспорте, нижняя строчка, там все написано. Сейчас маму сфоткаю. Только без ее лица, то она опять в лице. А, что я стесняюсь, не показывай меня. Хоть ты ее и видел, но все равно. Женщина у меня скромная. Если что, просто на английский переведи сам текст и все. А как это сделать? Написать? Написать. Ну все, пиздец, теперь у тебя будет личка моей мамы, и будешь с ней переписываться. Только кредит, пожалуйста, не бери на меня, ладно? Тихо-хо-хо-хо-хо. Че смеетесь? Да я там увидела. Бизнес-залы, у нас там такого не стоит забыть. Да блин, просто хотя бы, чтобы удобнее было сидеть. Все, больше-то и не надо ничего. Ой, если что, нельзя писать адреса и номера телефона в чатике. Катарь, удали, пожалуйста. Паник у тебя искать, Александр. Ищи теперь его как... Ой, господи, ребятки. А подожди, Ронка, ты не ответил? 600 рублей это за час, за два, за три, за пять? Такой, вот скажите. Ну, я начну сейчас в бизнесе. У них там советские стои. Это так, просто спрашиваю. Ну, вдруг это... Ой. Ау. Понимаю, чтобы телефон никто не спрошел. Реально, телефон стыдный и не дергается. А что с ним случилось? Почему он перестал дергаться? Я не понимаю, как работает мой стабилизатор. Пропуск... А, просто типа пропуск будет? Без рай... 30 дней? Можно его потом продать за дураком? Можно? На Авито в усулю. Что ты ходишь? Что ты ходишь? Фиксик. Жить месяц? Ну, слушай, с такими ценами можно месяц пожить. Либо Ронка мне набрал во благо и такой, типа, он... Сейчас пропуск стоит 3 тысячи на месяц. Он такой, типа, да что, 100 рублей? Это, чтобы просто меня не огорчать. А? Да, одеваю эту. Прошу прощения. Именно в этом нет прощения. Мы химичим, чтобы условия получше нам создать. Пойдем охранников сейчас ловить. Что там за вход в бизнес, чтобы... Это все к Роронке. Сейчас мы узнаем, что там Роронка делает. Ты знаешь, что такие фут-фетишисты? Мужчины, которые поклоняются женским ногам, целуют их и все проще. Ну, короче, максимально поклоняются ногам. Фут-фетишист. Фут-фетишисты? Нет, это ноги. Фут-фетишисты это ноги. Белье по-другому. Нет, ну, фетишисты, они свои красные понимания, они не сделают, да, что... Ну, они должны быть белья, они не белья. Да нет, белья. Фетиш это фетиш, это увлечение какое-то. Это не конкретное белье вообще. Да, не конкретное белье вообще. Потому что ты свои ноги с фут-фетишистом, блядь, показываешь. Да, не фут-фетишисты, что ли? Чё там, куда там? Чё, в аэропорту живём, чё? Почему только мы... Не в отеле? Ну, потому что не совсем хотелось платить 3200 за то, чтобы поночевать там 4 часа и ехать в аэропорт. Фетиш это не отклонение. Фетиш это просто какое-то сильное увлечение чего-то, к чему-то. Нельзя братьев обманывать, мы же никого не обманываем. Какой кредит у меня твои данные? А, блядь, точно. Действительно, мог бы и раньше взять, если бы там что-то было. Ну да, людей прибавилось. 4-5. 5 людей пришло. Полвторого. Всего-то... Раз, два, три, четыре, пять. 5-5, 5-5, 5-30 осталось. Раронка, чё там, как дела? Что завтра по планам? Мне ждать расклад Таро твоим? Глеб, ты, конечно, молодец. Ничего не скажешь. Как у него бар? О, кстати, появляется. Проверяй. Кредитную историю. Всё, скину. А. Про что? Блин, мне нужно убрать баннер этих букв у меня под стримом. Ой, Глеба, Глеба, блядь, язык где оторвать? Том-яма. Ваши том-яма стоят... Реально, вот тут какая-то кафешка есть, я зашла посмотреть цены. Цезарь полторы. Паста 1800. Я такая, спасибо. Спасибо. У него, как у него бар появился? Конечно, кредитов на меня набрал там. О, холодный. Холодное. Холодное. Реально, взяли-ка где? А тут людей нету. Обычно, когда людей много, они надышат, и тепло. А сейчас людей нету, там холодно. Стабик начал чуть двигаться. Знаешь почему? Потому что Стабик стоит на столе, А там села женщина, вот он из-за этого подвигался. Подожди. Ну, сейчас тоже он не двигается. Вот он, скорее всего, один раз поднимался, когда человек сел, и все. Ой, там, кстати, Чел Спи, как вы предлагали, но, блин, в три погибели, как креветка какая-то. Такое себе. Чуть-чуть. Скажите, чтобы не двигался. Вот говорила же, говорила же женщине этой, посмотри сериал или еще что-то. Нет? Сидит, мучается. Говорю, давайте я телефон отдам, смотри что-нибудь. Я не знаю, если бы вот я сидела там, я бы реально просто дохера бы всего смотрела, и все, мне было бы похер. Я могу, я могу, я терпила. Включила бы, а чего бы ты человека заставлять, если не хочет? А может, и носочки есть, чтобы у тебя ноги не мерзли? Только ради подтверждения теории о том, почему он двигается. Блин, что же с ним поделать-то с этим стивилизатором в общем? А он еще, видимо, обновился, ну, типа до последней версии, там, в самом английском, до этого было на русском, я хоть что-то могла отыкнуть сейчас, вообще ничего не могу сделать. Вот у них все-таки. Ой, теория стабилизатора. Офигеть, у меня у мамы 110 тысяч баллов вообще. Офигеть. Ну, конечно, смотрит меня постоянно, подслушивает. Мы секретнее, чем она подслушивает. Нереально холодная ночевая. Треть, что? Треть. Трать, нахуй. Блин, понимаешь, матов не вижу. Че ты там пишешь? У меня 150. Ты модератор, дядя позволена. Не, ну это жестко, это жестко. Вдет. Территория. Блин, чего со своими чубаками пристали? Просто у меня, для меня слово чубак, это как кличка. Я была в компании, где одного чувака звали, ну, крикали чубак, чубака. Типа чубаку зовем, назовем. 110 ка пиков. Типа чубаку. Типа, типа, типа чубаку. Жалко, нельзя вывести в настоящие деньги. Я бы, может, была бы чуть-чуть... Типа, точнее, я бы уже в бизнес-зале бы сидела, если бы я вывела донаты. Ой, не донаты эти, как его. Валют. Ну, короче. Пикар. Реально. 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 Рарон, кашла там. В процессе, да? Ну, прикиньте, если не получится, а я сижу такая и надеюсь, что все будет хорошо. И мы последние части ненавижу Москву. В Москве проведем вас спокойно. Ненавижу Москву. Не летайте в Москву. Делай за снять чего. Реально, вот сколько нужно зарабатывать бабок, чтобы в Москве комфортно жить? Ну, вот сколько вы хотели зарабатывать, если я в Москве? Нет, просто смотрю на тебя. Красивая, вот я смотрю. Красивая, вот я смотрю. Ну, подумаешь, уставшая, бэушная, что теперь? Жаль, нельзя RL-баллы. 25! Это ты... А можно узнать, сколько лет я сидел у стримера? Палкой. Кобра, ты что, до сих пор здесь сидишь? Привет, Андрей. Тоже не зашло. У меня вообще Москва нет. Нет, 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 нет. Вот иметь свою хату, 1200, можно, можно. Наверное, и то, блин, наверное, здесь даже было по-пятых. Если постоянно на таксе есть, то это вообще минус деньги. Потому что, блин, метро, метро, блин, метро быстро добирается, это удобно. Но я не люблю метро за то, что вот такие грустные люди, там такая куклачка. Ааа, это же в отпуске точно. Ставки делали четыре с половиной. Капец. У меня, конечно, мой модератор, ну, со мной сколько? Давно? Самый первый, но он вряд ли, конечно, не у вас только бонусов. Блин, раронка, а если раронка заснул? Блин, даже я раронки напишу. Да, раронка. Ну, шо там? Ну, шо там? Ну, шо? Почему шо? Просто шо? Ну, шо там? Блин, ай. Андроиды, блин. Да тут никак в айфоне работает, господи, куда тыкать-то? Господи, что-то мы пооткрыли. А, жди. А, ладно. Ставки попадут ли в бизнес? А вы не хотите увидеть бизнес-класс-центр? Прикольно. Будто вы часто в бизнес-центрах бываете. Переводите там кому-то на номер тысячи, полторы тысячи. И вот вам счастье. А мне-то что делать? Я триммер. Двадцать только нас так зажал дать. Четырех. Не, вот было бы прикольно, допустим, если была бы ставка один к тысяче, тогда можно было бы... Блин. Чубаки что-то... Блядь. Чубаки. Чубак. А Чубак же это тот же звездных войн, коричневый такой волосатый, да? Чубака. Чубака. О, и прибираются. Какая подошва грязная, капец. Не, бедные кроссовки. Новые кроссовки уже у Ханькова. Надо их в машинку постирать. Вот, засунуть. Чубака. 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 Ой, девочки. Как классно вечером-то... Ой, блядь, ночью. Когда я последний раз стримов в два ночи, я не вспомню. Наверное, когда еще в Кирове жила. Я до пяти утра стримовала. Это еще чистые. Но, опять же, в Краснодаре вообще спокойно можно ходить в белой обуви. Вообще спокойно. В том плане, что крайне редко дожди. И, по сути, у тебя просто пыльная обувь. Протерл салфеточкой, все хорошо. В Кирове я вообще не могла уже в белой. Спокойно. Давай, сладких снова забегай. У Ханькова. Суть не в этом. Речь шла о том, чтобы вывести баллы в Рео. Мне бы 20... Вот, да, так я об этом... А, ну, так я про баллы и говорю вот эти, которые накапливаются. Типа, ну, не один к одному, а хотя бы один к тысяче. Было бы прикольно. Люди бы больше сидели на Твиче. И можно было бы сделать рекламную интеграцию еще как-то. Блин, не знаю, мы могли бы что-нибудь придумать. Чтобы люди на Твиче сейчас зарабатывали. Тогда бы стримеры были бы супер популярны, потому что смотрят, что бы золотая. О, блядь, это же гениально. Ну, ты что, не выгодно вообще, да? Кто им будет платить? Рекламодатель, что ли? Ну, как же губы, блядь. Уселась, да? Ну, вот так вот. Ноги там раскинула. Да сиди, сиди. Носки устали? Да, конечно. Три дня гуляем, конечно, устану. Я, блядь, не сплю три дня еще, клянула. Она-то спит. Потому что, если я днем уйду, либо вот с Ронкой тусили, вот, либо с девочками, она в это время просто спит. А я-то не сплю, блядь. Такое дело, когда Твича баллов не было. Стрим элемент. Сам умел считать баллы. Сам умел. Блядь, что там? Бобрит, еще куда-лить? Сам ты бобер. Сам ты бобер, блядь. Я в пироплющу. Да, Ронка, что-то скинул. Блядь, а что это такое? Оплачен. Оплачен. А где штрих-код? Ну, типа то, что ты мне скинул. А что? А где там? А что там? Твич, как... Еще ты выгоду только для себя, которые рэндио отработаны. Ты чем? Учех ограничивает. Вау-ва. Просто покажи скрин, просто покаешь, и все, Саша. Пойдем, женщина моя. Нет, ты сначала сходил, узнаешь? Сначала сходи, узнай, говорит. Да, блядь, ты, 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 ты. Ну, идти в бизнес-зал. Давай, ты, 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 ты. Давай сначала сходишь, узнаешь. Сейчас чисто мама. Ладно. Сейчас схожу, узнаю. На, телефон. А, нет, мне нужен твой телефон. И мне нужно... Подождите, я отсоединю вас. Ой, а что с тобой? И фронталку мне включи. Если тебя поверешь, скричи. Хорошо. Хорошо, ой. Держи. Все, я пошла. Сейчас вернусь. Ой. Так, блин, подождите. Что со стабиком? Как его настроить? А зачем он снуку свезла? Нас несут в бизнес-зам. Но я подумаю. Ну, точнее, я надеюсь, что получится. Там шоу-раронка пишет уже моей маме, да? Ой. Один. Семь. Ага. Так, где? Переотправила нормальные скриншоты. Маму потом позовешь. Блядь, за ней пойду. Я же, блядь, не устала ходить вообще. Блядь, у меня кепка грязная. Не видно, да, на девиз? Блин, подождите. У меня эта сумка египетская спадавает. Спадавает. Опа. Бизнес. Бизнес-зал. Конечно, не устала, нет. У меня просто каждый день по 15-20 шагов у меня вообще не устала. Она такая, заходи. Ой, а господи, что я делаю? Так, вот скриншот. Александра. Смотрю-ка, фамилия правильно написана. Чего про маленькие ножки? Ты видел мои ноги? Блядь, да как же далеко потом идти до неё? Да, может, как? Как её позвать? Может, это... Кличку... Кличку какую... Вот реально... Ладно, давайте сначала спросим, могу ли я пройти без... У меня не сорокового нет. При моём росте сто семьдесят пять, у меня тридцать восьмой размер ноги. Он типа маленький. Ну, я говорю, я маленькая, аккуратная. Кстати, а ладно, потом спросите у Раронки, каково это увидеть меня в реальности. Жесть там идти, да я говорю. На себя. Здравствуйте, доброй ночи. Так, секундочку. Подскажите, могу ли я пройти? Сейчас, а как это, блин? Как сложно-то было с этими андроидами. Да, последние четыре цифры назовете? Последние четыре, девяносто семь, шестьдесят восемь. Посадочный талон? Посадочный талон? Блин. Короче, сейчас я вернусь второго человека, заберу и с талонами тогда приду. Короче, я когда талонам буду показывать, вы пропадёте ненадолго. От сердечка. Таблетки пить пришлось. Таблетки пить пришлось от чего? Да нет, ну, блин, ну вот как лучше. Скажи уже, в реальности гораздо лучше, чем вот тут вот на экранах. С бизнесом, с полшишечки. Сейчас, реально, прикиньте, если, блядь, талоны. Ой, подожди, чё она попросила? Какие талоны показать? Посадочные. А, так они у меня есть в электронном виде. И там, и там уходим. Охуенно по-своему. Если мы сейчас реально зайдём в бизнес-класс, всё, уронка, блядь, не знаю. Ну, креветки тебе, блядь, приготовлю. Оляочки. Блядь, это ж так можно каждый раз летать и в бизнес-залах жить. Нахуй, блядь, ещё и покупать эти. Охуенно. Охуенно тебя. Ой, это, господи, ёлку, это далеко-то идти. А знаете, чё самое главное? Бизнес-зал находится у третьего выхода на посадку. Это мой выход на посадку. Вам желать? Не-е-е. В следующий раз Саша в палатке будет в бизнес-зале. Если получится, мне надо челу. Только иду ещё без проблем. Даже я могу зайти и поставить за такое-то. Тридцать дней. Да реально прикидываю. Вот жалко только то, что аэропорт далеко, вот так бы. Ой. Чё, пойдём? Ну, сказали, что пустят. Ну, там вообще на 30 дней эта штука. В смысле? Ну, на 30 дней эта штука, но мы чё, до утра просто посидим. Ну, давай, не стой, не тупи. Я не знаю, надо у Руслана спросить. Что бы он за это заплатил. Дядь, можно? Нам сказали просто, как можно сделать. Я же стремлю, я не могла это сделать. Может, вернуться под... Да, да-да-да. Да-да-да, стойка. За просто идите и всё. Ну, за просто на 30 дней. Да, бери. Блин. Ну, так получилось. Чё, я откуда знаю? Ну, шо. М? Ронка, чё тебе ворачивать? Возвращать, если чё. Возвращать, если чё. Ой. Блин, сумки тяжёлые. Очень тяжёлые. Родики не вырвали? Нет. Нет. Что возвращать? У нас получилась пол-восьмая, да? По-моему, стойка. Угу. Нам уже после нового дела, сюда и сюда и сюда и сюда и сюда и сюда. Безназал там, Юзуи, находится. Всякого. Чё я набрала? Где набрала-то? Чё набрала? А почему никто не мог раньше зайти и сказать, что есть такое... Ну, блядь, четыре часа завели. Сумки? Не знаю. Сумки... Да я правда не знаю, почему так тяжело. Там, по сути, одежда. Ну, косметика, которая именно в душ уходовая. Ещё и всё. Я не знаю, почему так тяжело. Ну, легкие. Нет. Да всего вот две сумки. Блядь, хоть и что-то. Но работает. Вдруг наебаловала. Ну, меня же женщина пропустила. А вот вам сюда налево. Короче, сейчас это самое. Вы пропадёте ненадолго. Спускайся первой, потому что у меня камера. Ну, чтобы не засветиться сзади. Господи. Какая несовнообразительная. Блин, эталон. Электронный эталон. Ещё эталон найти надо. А вот где? На электронной почте. Сюда, сюда, сюда. На себя же сказано, да. Спасибо. Посадочный, подождите. Да блядь. Существенно. Ну, типа часик поболтаешься, да? Блядь, прокатила этот эталон только после регистрации. Я электронную регистрацию прошла. Поэтому мы сидели в общем, ну, не в общем, а в зелёной зоне. А, получается, в 6, да? Ждём, ждём койка. Держим тут эту штучку. Мне твоё телефон нужно будет потом. Чё ты смеёшься? Молимся. Молимся, девочки. Так, это моё. Потом твоё. Пить, я не хочу. Мы ещё не оказались. Подожди. Нет. Снова последние 4 цифры? Да. Я уже управлял. Да, давайте. 97. Так. 97. Трава, да. Трава, да. Трава, да. Продолжение следует... 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 В руки твои попадут. Это куриный суп. Миностроны. Гречка отварная. В воду. Много воды. Котлеты. Куриный. Вок куриный. Вок. Зачем 50 рублей тратили, да? Макароны. Рожки? Что-нибудь легкое, белковое. О, это безе. Резе. Подержи тогда, я наложу, чтобы это... Да они тебя не видят. Ты просто на меня камеру навраняешь и все. Вок с курицей. А тебе тоже это наложить, да? Да мне не сложно. А где курица тут? Берут курицу. Упачки. Да, только я увидела один кусочек курицы тут пока что. Вот так, вот и вышлеп. Ну, конечно, какая-то падла на меня вот выловила. Ну, это нормально, потому что она шевелится. Это нормально. Подхожу к этой, говорю, что может так? Может, на все. Все. Ну, так возьми, сходи, что? Держи. Да, господи. Ой, блядь, я не могу понять. Что, ну-ка пиздец, говорю. Телефон, сходи. Ну, курица держать надо, блядь, ну вот. Ой, блядь. Женщина, блядь. Не, курица здесь мало. Что? Семье не без трижера. Давай еще по котлетке. Так это так и должно быть, что она шевелится. Сюда, нахуй, сюда. Дай побольше мне. А что, она в морковке? Ой, фу, гадость. Ой, так, сыру. О, господи. Все. Мать, ты куда пошла там? Так, это ей, это мне. Все, давай. А? А? Ну, можно компот. Сосиски в тесте. Ну, за сколько? Только честно, Ронка, за сколько это все? Ну, типа, это точно не стоит переписать. Без лежачих мест. Ой, здесь... Еем, все, можно, в принципе, так заснуть, только лампочки мешают. Шведский стол, да, это шведский стол, шведский стол. Компотик, два супа, крышки гречка, удон, ну, типа удона и котлетки мясные. Это шведский стол за 3500. Ну, серьезно? В бизнес-зале, в бизнес-зале. Не скажу. Бля, я только не говорю, что больше 600 рублей. Нет, все, с 34 утра, я видимо, у тебя рис, да, 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 видимо, у тебя рис. Ну, это с посажем. Да десерт после, я пить хочу. Две тебя было? Не знаю. Подождите, у меня стабик. Вот так делают. Да надо, мне просто лените. Ронка, давай договоримся, сколько стоит. Ронка, сколько стоит? Хотя бы до пяти часов, до пяти сорока. И потом все там открывается на рейс, все. Может, будут идти туда. Не договорись, сука. Ой, а так они 3000. Дороже. Ой. Она пошла, что-то ворол... Ну, что-то пиздит там, что-то пиздит. Угу. Ой, ой, ой. Калбусу увидела, за калбусой. Билет, сколько стоит? Я не знаю, Ронка не говорит, сколько билет стоит. Но мы, ну, Ронка, нам сказали, что есть на авито проходки. И мы, Ронка, загуглил на авито. Вот, садись сюда, вставь. А ты сейчас подошла, я сейчас с рыбой снимаю. Калбас мой? У-у-у. В самом не знаю. Ой, не понравится. Это квашеная капуста, не маринованная. Маринованная вкусно, квашеная нет. Ммм, салатик. Что? Ну, свеклы я не буду, точно. Свеклы я импотент. Спасибо, хуй мне эту пока что. Ну, нет, ну, между ног. А теперь напряжение, прикиньте, второй раз за один стримить. Да воды... Блин, посмотрите, какой тут запас воды, чтобы вы понимали. Вон запас воды, и вон запас там. Раз, два, три холодильника таких. Тут запас воды, мне кажется, вообще. Капуста. Ой, ну, бандитички. Модораты, почему не спишь? Такие залы обычно намного больше. 600, чем 600 рублей. Ронка молодец. Она просто сначала сказала 600, а дальше не говорит сколько. Но похоже дороже вышло. Санечка, отличное путешествие к вам. Мамуночке, привет ей. И благодарю за хорошую... Спасибо. Спасибо большое. Кстати, а что фокус на меня? Нет? Он перестал ёрзать, да? Он перестал ёрзать. Как отработать, я не знаю. Да, взялась к ушению. Я тебя нигде не буду, это видно. Здесь фокус у меня отличный. Нет, не двигайся, блядь. Он теряет фокус, видишь. Как-то может его включить? Кто тебе вообще ночью звонит? Фокусом на лице. Всегда раньше был фокус. Приятного? Ну, вам тоже приятного кто ест, наверное. Кто за ночь кушает? Малышки думают, что они все... Да, мы все контролируем. Ешь, сейчас буду кушать. Я это... А? Кофе? Ну, это давай с утра, а не сейчас. Пустые завтра отключат. О, мне повезло. Ну, хотя бы ей надо влагать отключат. Напиши ему, что мы не... Зачем, знаешь, сколько это стоит? Человек радость... Строю для этого радость. Я уверен, блин, успела. Мужик хороший, красавчик. Увы же. Вообще, ну, спасибо, Ромка. Ты еще прям заботишься о том, чтобы в Москве поездка прошла хорошо. Да. Скажи, мы уже не знаем, как благодарить. Скажи, Руслан, мы уже не знаем, как спасти. Говорит. Ну, он был. Вот, это лжало. Блесно. Ну, лопала. Ух ты, блин. Ух ты, блин, блин. Ух ты, блин, блин. Надо потихоньку закругляться стрим уже. Мой лимит слофы начинается, если я не ем, я убрала. Да я не торопилась в этой... У меня такой прикол вышел с Роронкой, и я не торопилась. Коротко о том, как я проебала в том... Ой, поезд. Мне ехать до нужного места назначения, я начала, 16 минут. И до поезда у меня оставалось где-то там 30 или что-то. Она говорит, да ты не торопись. Я такая, ну ладно, не тороплюсь. Приехала через полтора часа на вокзал. Он говорит, ну ты пизденна, говорит, конечно. А сам сказал, говорит, не торопись. Четыре поезда. Да, мне не ебют. Сам сказал, не торопись. Я и не торопилась. Поела. Ой, поела. Да, да, поели в кафе и приехала. Все нормально. Давай. Хорошей тебе работой. Растягивала время. Ну да, я спокойно посидела, поела. Вызвали с мамой таксу. Я сходила до отеля, потому что мне нужно было сделать женские дела. И пошла на вокзал. Сам сказал, не торопись. Я езжу 40 минут, а даже так. Блин, еда охуевая. Блин, даже на удивление, куриша хорошее. Ну, то есть, не залежавшаяся курица. Вудование там. Вау, кайф. Из брата, который я, кстати, не смотрела сериал. Только так, мелько. Поэтому я ничего не могу сказать. А соуса там нету, да, с котлетками? Угу, ну ладно. Поцелую без вас, чтобы вы не видели. Долететь, не ругайся. Не ругаюсь, честно. Я стараюсь. Я просто описываю вещи своими именами. Как это вкусно. Ах, домашнее. Вау. В ней еще как будто бы рис для сытости, да? Да, в ней рис. У меня, ну, а че же такая домашняя, как в детском садике? У меня есть такая ссытость. Не, супа сверху. Не-не-не-не. А куда будем грязные дыхать? Не понимаю. Ура, что ведь? Да-да. Можно я буду закругляться? Мы поедим. Пытаемся поспать в этих удобных креслах. И будем ждать свой самолет. И завтра я буду отсыпаться. А в пятницу, может, уже и постремлю. Через четыре часа не поймешься. Мне тоже скоро вставать. Давайте сладких снос. Спокойной ночи. А? Я тоже думала. Индюк думала, что в суп попал. Открывайте, нету, сидим так. Ну, согласитесь, это лучше, чем те сидушки. Это вообще... Это очень мягко. В безопасности. В безопасности. Да, все. Стриммер в безопасности. Вот, блядь, вот, что бы я без вас сделала? Кто бы вообще знал, что можно через завид сюда пройти? Ну, типа левать. Все, давайте. Сладких снос, спокойной ночи. Спасибо, что второй раз пришли на стрим. И поддержали мое веселое времяпровождение в... Господи. В аэропорту. Да. Чего? Сладких снос, спокойной ночи. Пока-сики. Спите давайте крепко, обязательно. Пожалуй, да вообще... Боже, храни вас, Господи. Садавайте.